Конечно, необходимо дать и разъяснение о том, где локализовались повреждения, какого объема были, какой механизм формирования этих повреждений. Вот с этой целью, собственно говоря, и приглашался как специалист. Это уже третий независимый специалист, который оценивает заключение барнаульских коллег. Ранее по делу высказался не менее известный российский судмедэксперт из Красноярска. Он обратил внимание, что кровоизлияние в мозг у Рохлова могло произойти от физической нагрузки во время конфликта в состоянии алкогольного опьянения. Иная позиция у следствия. Удар в челюсть, который нанес старцев, и удар головой об асфальт при падении Рохлова взаимосвязаны. А вот адвокаты настаивают, что причиной конфликта стало противоправное поведение еще одного участника Дмитрия Лопатина, а также семьи Рохловых, которых старцев считал одной компанией. Потому что старцев пытался обезоружить Лопатина. Он его обхватил вместе с палкой. И в это время палка у него вылетела из рук. Девушки схватили палку Воробушина и Лютова и отбросили ее в сторону. Старцев, на мой взгляд, он полагал, что вот это нападение, которое было совершено Лопатиной, оно еще не закончилось. Что Рохлов и Рохлова – это люди Лопатина, это люди одной группы, которые представляют определенные интересы. Сейчас судебное следствие находится на стадии дополнений. Не исключено, что сторона защиты попросит переквалифицировать дело по более мягкой статье или вообще оправдать Старцева. Приговор может быть оглашен в этом месяце. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. День с толком.